Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лулошка, и добро пожаловать в рандомные приключения, суть которых заключается в том, что мы каждую новую серию устанавливаем плюс один мод, и давайте посмотрим, какой из этих мне попадётся сейчас. Тааак, случайное число, от 1 до 30, вписываем, и получается 17. Выращиваем предметы, что? Это то, что надо? Что вы видите перед собой? Правильно, недостроенный дом. А что обычно у домов? Правильно, фермы. И тут выращиваем предметы, оу-е, короче говоря, у меня для вас есть ещё один сюрприз, в названии ролика вы, скорее всего, всё прочитали, ну а мы устанавливаем моды и возвращаемся. Раз, два, три. ПИИП! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лулошка, и добро пожаловать в рандомные приключения, и сегодня, походу, мы будем записывать с макакой, прыгающей по деревьям. Смертельный номер! Привет, фляжка! У-ху! Эу-зап, ребята, всем привет, мартышка, кстати, ты, если что, не понял. Вот, вот сейчас, давай. Ха-ха-ху! Короче, всем привет, дорогие друзья, да, действительно, я и Флэк Джекей будем сегодня, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Записывать магические, блин, это, как это? Что это, вот это? Что это за говно было? Ха-ха-ха-ха! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лулошка и Флэк Джекей, куда ты убежал. Хауса, брата, всем привет. И сегодня мы вместе будем проходить рандомные приключения, суть которого заключается в том, что... Да, я тебя ненавижу, какого черта мы не можем записать привезти? Сейчас шметки соберусь. Давай, давай, я жду. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лулошка, и сегодня мы продолжаем играть в рандомные приключения. И сегодня со мной Флэк Джекей, привет. Хауса, брата, всем привет. И, как вы помните, рандомные приключения заключаются в том, что мы каждую новую серию устанавливаем плюс один мод. И сегодня мы установили мод под названием «Хрен его знает», то есть я даже не могу это прочитать, но мы можем выращивать руды и, самое главное, всякие разнообразные дропы с мобов. Что? На самом деле я не играл с этим модом, и Флэшка, судя по всему, тоже не играл, да? Нет, нет, не играл. Но сегодня мы обязательно отправимся в шахту, чтобы добыть очень много руды. Самое главное, сделать тебе печку, потому что ты... Да-да, мы тут немного уже всё посмотрели. Например, мы хотим железо выращивать, и у каждого Сида, у каждой семечки есть свой способ добычи. Например, у железа взорвите железную руду, чтобы получить семечко. Это пипец. И получается, нам надо взять сейчас пакирочки, и пойти добывать руду. У нас тут как раз рядом шахта. А Тинь-Ти? Как мы будем это всё взрывать? Тогда всё хорошо. Всё нормально, да. Предыдущая серия зарешала. О, тут как раз и уголёк сразу можно добыть. Нормально. И опа, я уже нашёл железо. Нам надо, получается, как сделать? Тинь-Ти. Обложить железом. Чё? ЧТО? Я слышал тик, и потом ты посмеялся и дал это? ЧЁГО? Это шанс... Один процент того, что выпадет мне это. Охренеть. Один процент шанса спавнится рандомно, когда копаешь угольную руду. Обалдеть! То есть мы теперь можем выращивать уголь? Нее, неее. Подожди, это прям бред какой-то. Я хочу теперь проэкспериментировать. Прям сейчас. Крафтим мотыгу. Надеюсь, то, что у меня палочки есть. Ага, нормально. У меня нету ничего, чтобы сделать мотыгу. Ладно, сделаю хотя бы деревянную. Давай где-то вот здесь. Где? И самое главное, не менять ландшафт. Да, вот прямо здесь. Да, да, прям по ландшафту. Я тоже так хотел сказать, типа по ландшафту. Окей. Сейчас тогда возьму немного воды. Всё это разолью. О, ещё прикольнее, если вода будет именно течь. Воа. Так, красиво. Теперь мы всё это здесь вскапываем. И ура, у нас выращивается уголь. Так. Нажми. Сильнее правый кнопка мучи. Не работает, да? Я нажимаю, ничего не работает. Чёрт подери. Окей, это как-то по-другому делается, что ли? Ага, нам надо это разместить на каком-то минерал-соил. Ща разберёмся и вернёмся. Раз, два, три. Короче говоря, нам надо землю вскопать вот такой необычной минеральной киркой. И это делается из минеральных кристаллов, которые делаются из какого-то камня. А этот камень добывается глубоко, почти что под бедроком. Та-даааа. Нифига себе. Ну что ж, тогда нужно отправиться на поиски? Ну блин, под бедрок? Под бедрок, дружище, под бедрок. У нас же есть кирка бога за миллион долларов. Точно. Ну на самом деле я предлагаю, смотри, что сделать. Добывать себе сейчас куча железа, чтобы потом его как раз подорвать. Опа, железо. И сразу тогда начать опускаться под бедрок. То есть, когда я говорил под бедрок, я не имел в виду прям под него, а где-то на его уровне. То есть там первая, вторая высота. Всё, я тогда, наверное, прямо сейчас начинаю копать под себя. О, эти страшные слова в Майнкрафте. А первое правило в Майнкрафте? Я так понял. Карма нафигла. Чувак. Я тебе так скажу. Никогда не копай под себя. Это была жесть. Ты потом у меня в ролике посмотришь, ты охренеешь. Я опять выкопал. Чё, железо? Уголь? Нет, уголь, уголь, да. Ну, блин, мы всё равно не можем это выращивать. Очень жалко. Я аккуратненько теперь добываю всё это железом. У меня уже сколько? Двенадцать. Отлично. И блин, чувак, ты когда посмотришь у меня в ролике, как именно я падал, фу, я мог умереть. Так, молодой человек. И мы на одиннадцатой высоте. То есть надо ещё пониже. Чё такое? Да тут скелет что-то решил со мной разобраться. А я кирочкой вот. Охотник на монстров! Поздравим фляжку с новым достижением. Ребят, поздравим лайком под ролик. А, да, я и забыл, как ты любишь записывать. Короче, я на самом деле так скажу. Действительно было бы неплохо, если бы набралось много лайков. Вот так и скажу. Я уже, если что, копаю прям под бедроком. Пытаюсь найти, но чё-то как-то не особо везёт. То есть эта руда должна выглядеть такой синий, такой минеральный. Прям как на картинке. Как будто, знаешь, из Таумкрафта такая вот эта руда прям светящаяся. Нет, в Таумкрафте такого нет. Ты говоришь это человеку, который любит Таумкрафт и который много играл с Таумкрафтом. Чё? Есть кристаллы? Из каких руд падает? Скажи ко мне, пожалуйста. А, ты имеешь в виду шарды прям? Да, да, да. Да, но нет. В общем, я копаю около бедрока. Рома, тот приколяс один появился. О, чего? Нормо. О, отлично. И я только что слышал пик. Ты слышал? По-моему, ты только что заработал. Я выпил, что? Да, я тоже, я тоже услышал этот пик. Мне показалось то, что выбилось. И реально выбилось. 5% шанса. Салмаза, салмаза. Подожди, мне ещё кое-что? А, это твоё, а, нет. Вот это падло? Да, 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 такое падало. Это какой-то непонятный порошок, который я так и не понял, зачем нужно использовать. Алмазный. Но я его... Подожди, подожди. Алмазный порошок я не выбивал. Я его получал в каком-то сундуке. Вот так будет правильнее сказать. Но то, что мы теперь реально можем выращивать алмазы, это... Блин, это охрененно. Только перед этим надо реально найти ещё какие-то непонятные руды, минералы, чтобы сделать себе непонятную кирку. Ну, я предлагаю сделать небольшое... Так, а вот это уже интересно. Привет, фляжка. Здравствуйте, а я, к сожалению, сгорел и всё потерял. Все семь алмазов, всё потеряно. Ну, кстати, это не прям под бедроком, чёрт подери. Это над бедроком. Вот так-то. У тебя выпал сит. Да. Подожди, или что ты имеешь в виду? Что? С этой хреновины, вот с этой штуки? Да, да. Ладно, обалдеть, просто сит. 25% шанса дропа, 25. Слушай, так мне сейчас ещё выпадет, потому что 1 четвёртая шанса, ну ты сам понимаешь. А ты найди, а ты эту руду сначала найди, потом уже... Так, гений, вот она, вот она, прямо передо мной. А, ну ты тогда забираешь, просто у меня, у меня проблемы с инвентарём. О, выпала ещё одна. А, даже две выпало. Так, в итоге у меня 0, а у тебя? А у меня 6. А нам надо сколько? А, у меня 2. Так, а роков сколько у тебя? 2 роков? Да, да, да. То есть нам нужно ещё одна, что ли? 8. Нам нужно ещё, получается... Ой. Э, а ну-ка убери это. Ты чё там себе выдаёшь, а? Не, я удалил. Ты крафт хотел посмотреть? Да, я хотел посмотреть крафт. Смотри, нам нужно сделать из 9 штук одну, вот из вот этих роков одну, и вот эту одну пережарить. И получится кристалл. То есть нам нужно ещё найти залежи. То есть ты хочешь сказать то, что ещё 10 надо? Да. Окей. Раз, два, три. ПИИИП. Огромное спасибо за ожидание, всё добыто, и прямо сейчас Flaggk продемонстрирует. Давай! Да, вот смотрите, вот этот минерал рок, который мы добыли как раз-таки с этого Infused Stone. Теперь мы берём 18 штук, выкладываем полностью весь верстак в этих минерал-роках, и мы получаем Dance Mineral Rock. Вот эту вот штучку. Потом мы это все запихиваем вот сюда и просто плавим. Так, подожди, а почему у нас всего лишь одна? А, вторая у тебя, понял. И что, получается мы сейчас получим кристаллы, да? И мы получим кристаллы, но появляется одна небольшая загвоздочка. Когда мы сделаем мотыгу, для того, чтобы выкопать одну штучку, одну землю, нам нужна майнерал кристалл, как раз таки еще. Нам нужна третья штука! Не-не-не-не-не-не-не, мотыга сразу с двумя зарядами, все нормально, я уже прочитал. Все, тогда найс. Да, только есть одна микро-проблема, у нас нету палок, чтобы это все скрафтить. А ну-ка, шурой отсюда, давай, за палками, пошел! Я, грабить-то нечего, все сожглось уже. А, ты все... Ты все... Ты мне сжег весь сундук? В предыдущем летсплее ты мне сломал кучу статуй. Это ты сломал? Там все взорвалось. Ладно, короче, 32 палки получается, мы все соединяем. И ура! Да, сразу с двумя зарядами супер-мотыга. Я тогда, ну, деревянную тоже оставлю, потому что, чтобы обычное что-то выращивать. И давайте попробуем, типа, раз, не получается, может быть, вот здесь. Еее. Ой, заряженный, смотри. И остается один заряд. Я, кстати, не особо понимаю, надо это около воды делать? Ну, на всякий случай, да, будем делать именно так. И смотри, мы можем выращивать сейчас либо алмазы, либо те самые минерал-сиды, чтобы, типа, сделать потом еще. И алмазы, и минеральные-сиды, потому что у тебя же два заряда. Ну, ладно, вообще, да, согласен. Пусть сразу две руды будет, и мы посмотрим, какая растет быстрее. Но чтобы точно все было зашибись, мы сразу проверим, работает ли костная мука. На! Ну, наверное, работает, просто она долго растет, и она чуть-чуть выросла, так, ну, прогресс как бы добавился. Эм, нет, мне кажется, ничего не поменялось, потому что у меня был похожий мод, только там без мотыги и так далее, и я потратил тогда 300 кокосной муки, ничего не выросло. Это, скорее всего, просто пустая трата. Ты видишь, оно немножко вот такие, огонь как будто идет, короче, дым такой небольшой. Ты что за бред несешь? Нет, ты внимательней посмотри. Что ты несешь? О, стоп, реально, прямо передо мной, лол. Прикольно. Не, ну что, тогда надо, наверное, просто подождать. У нас в любом случае ничего нет, чтобы это все ускорить, и костная мука уже, как мы понимаем, не помогает. Слушай, да, я тебе говорил то, что мы вернемся к Дриаде, который увидел, поэтому прямо сейчас мы это сделаем. Давай, телепортируйся ко мне, и я тебе ее покажу. Ты как раз возьмешь у нее квест, и мы попробуем сделать себе сразу два ядра. А, объясняю вам, дорогие друзья, мы поговорили с фляжкой о этой Дриаде, и мы пришли к выводу, то, что нам надо получить второе такое ядро, дабы сделать посох. И как бы второе ядро, это фляжка. Он сейчас возьмет квест. А, нет, удачи тебе в твоем квесте, чтобы приобрести друзей, пишет мне и Дриада. Не, не, подожди, а покликай, еще покликай. Ну, у меня весь чат проспаминен тем, что ты забрал квест, то есть, получается, это, наверное, на сейф распределяется. А, ну, е-мое, нет, получается, один квест на мир, либо, смотри как, у меня тогда тоже так спамило, но квест заключался в том, что мне надо было приручить волка. И давай ты прямо сейчас попробуешь это сделать, потому что Костю мне есть, на-на-на-на, телепортируйся ко мне. А, я вижу, да, вот я как раз таки, вот волчонок, как раз таки один тут бегает. О, с одной косточки, найс. А, ну да, you have completed your quest. Во, это то, о чем я говорил. Слушай, может быть, тебе она сейчас напишет даже, что надо делать дальше, потому что я, честно, так и не понял. Типа, она дает это тупое ядро. О, да, дала она ядро это. Опа, смотри-ка. Так, смотри, если ты, сик, это спрятаться, наверное, и если ты поищешь деревья в моем лесу, ты можешь приобрести какое-то магическое зачарование. Она, наверное, хочет, чтобы мы что-то поискали в ее лесу. Ага, а мне она такого не писала, то есть ты понял, да? У нее иногда сообщение, то... Аааа, ё-моё! Господи, чувак. Ох, меня, меня Энд ударил, я обосрался. Что? Это в темноте просто. Энд? Я ломал деревья, и меня Энд ударил, это же, ну, логично. Что? Ох, я обосрался. Я не видел Энда, какой Энд? Он, короче, он как будто из дерева вылез, меня ударил и обратно в дерево спрятался. То есть ты просто рубил дерево, да? Я не хочу это сделать. А я теперь хочу это сделать, ну-ка, типа я рублю, 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 и ничего не происходит. На-на-на-на-на-на-на-на-на. А ты палочкой это делаешь ядром? Да. Я делал это ядром. Ну вот. Вот это дерево большое, попробуй ударить, вот это огромное. Подожди, а если я возьму... Ох, мать твою, что это было? А! Какого хрена? Что это, мать твою, было? Я обосрался, что это было? Но я увидел какие-то колючки. Муха, это очень страшно. Короче, Дриада сбросила со мной дружбу и снова дала первый квест, где надо было приручить Персика. Вот, you have completed your quest. Понятно. Значит, сейчас она мне снова должна дать ядро. Вот оно, второе! Ха-ха, прикольно. Но я не особо понимаю в итоге, что надо им делать. Так, попробуем. И фью, бла-бла-бла. Стоп, так ты неправильно перевёл. Если вы ищете древесину моего дерева, вы должны доказать, что достойны магии, которую оно дарит. То есть она дала дерево из своего леса. И с помощью этого дерева мы должны сделать себе магию. Вот. А как ты сделаешь магию? Так, господи, ты посмотри, для чего нужна эта палочка. Там создаётся ещё какая-то палочка. А это 4 золота, это 2 пыли. Подожди, а как ты вторую палочку добудешь? То есть тебе в любом случае нужно с ней посраться? Ну, я не знаю, типа, может быть, мы даже и не должны сделать эту палочку, потому что она крафтится на какой-то книге. Подожди. Так, может быть, нам надо именно эту книгу и найти в этом лесу? Хм. Скорее всего. Ну, типа, я чё-то ходил, ничего не находил. Проходит примерно 5 минут, и мы наконец-то поняли. Нам надо сделать вот этот тейбл. И получается, он крафтится из алмазов, потому что тут чародейский стол из обсидиана. Ё-моё. Хм. Короче, это задница. Не, ну обсидиан, в принципе, нам всё равно нужен, чтобы в ад пойти. Следовательно, чтобы выполнить второй квест дриады, надо уже попотеть. Не, не просто попотеть, а попотеть. Жопа какая-то. Ладно, я тогда возвращаюсь в убежище. Телепортируйся ко мне, и давай хотя бы посмотрим, чё там по сидам. Мгм. А они ещё даже и не выросли. Наверное, потому что нас тупо не было рядом, да? Да, чанги не прогружались. Ааа, чёрт! О, кстати, ты посмотри, кто ко мне тпшнулся. Какого фига? Они же обычно не тпшаются. Блин, круто, круто. Но, мы сейчас тогда берём алмазную киркум, и идём добывать сколько обсидиана? Четыре на зачаровательный стол, и ещё тут понадобятся какие-то непонятные слитки пустоты. А это, о боже, ещё обсидиан. Короче, нам надо 14. Слушай, тут из обсидиана можно сделать себе броню. Ты слышишь, что я тебе говорю? Нам надо 14 только на то, чтобы выполнить квест. Господи! Нет, надо стак теперь, чтобы сделать всё сразу. Да, стак, алмазной киркой. Нет, сразу железной, железной киркой надо добывать. Почему бы и нет? Я сейчас, короче, ищу лаву, и надо это всё залить водой. Но надо ещё и найти воду. Оба-на! Всё добыто, мы молодцы, но есть маленькая проблема. У нас нет алмазов. Типа, как мы сделаем чародейский стол без алмазов, а? К сожалению, да, алмазы мы немножко потеряли. На поиске алмазов! Давай просто пик сделаем. Давай! Всё. Ха-ха-ха. Прикольно ты придумал. Та-дам! Всё готово! Теперь мы это ставим, ну, наверное, пока что сюда. И... Теперь нам нужен лазурит. Так, молодой человек, я, пожалуй, к вам. Телепортирую, чтобы посмотреть, что же вы тут за... О, нифига себе! Посмотрите! Да, а ещё я обсидиан прямо сейчас могу взять и перемолоть. Таким образом, я получу какой-то непонятный шард. И этот шард я могу соединить с сильвером, с серебром. Чего? Господи! 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 Слушай, слушай, у нас есть 20 железной руды. Может быть, мы оставим, чтобы взорвать это всё? О, точно! А я думаю, чё у меня так много железа? Знаешь, типа, я не могу вспомнить, почему у меня так много железа в инвентаре. А мы же это всё добывали, чтобы потом взорвать. Но, блин, нет, нет. На самом деле, это сейчас в какой-то степени бесполезно. Хотя, раз уж мы договорились, то давай. Посередине у нас ТНТ-шка. Здравствуйте, зомби, до свидания, зомби. И надо что-то поставить, чтобы бомбануть. Блин, у меня ничего нет. Надеюсь, то, что 3% шанса сделают своё дело. Погнали! Давай, дыдыщ! Да, я услышал, я услышал. Да, 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 да. Вот, я вижу, я вижу, вижу. Мне, по-моему, чё-то выпало. Или ты подобрал? О, е, бэйби. Ой, так даже две штуки выпало, прикинь. Две! Одна у тебя, одна у меня. Так, давай лучше домой, потому что у меня одно сердечко. Но мы всё равно не можем это сейчас выращивать. Давай посмотрим, хотя бы как там растёт. Надеюсь, то, что хотя бы немного. Что? Может быть, мы делаем что-то неправильно. А может быть, это вообще где-то под землёй растёт быстрее? Типа не на свету, а... Ну, ты понял. Внизу. Ммм, можно попробовать, чтобы одна была здесь, а другая где-то в шахте. И посмотреть, сделать эксперимент. И ты не боишься прямо сейчас это сломать? Нет, боюсь. Ну вот, вот, лучше не делать. Особенно с алмазом, да нет, особенно с минералом. Потому что минерал мы таким образом больше не получим. И как бы... Давай тогда лучше ещё немного подождём, мало ли чё-то изменится. Первое, что нам сейчас надо, это поесть и накопить как можно больше еды. Потому что вроде ферма руды есть, а ферма пшеницы, например, нету. Второе, нам нужен лазурит, чтобы наконец-то зачаровать алмазную кирку, железный меч. Хотя было бы круто, конечно, ещё и алмазный меч создать. Слушай, а лазурит-то есть. В смысле? Я минуту назад или две минуты назад говорил, что нам нужен лазурит. И чё это за говно, почему ты мне только сейчас сказал про него? А, да я не услышал. Хе. Хе-хе-хе-хе. Ну чё? Чё это было? А, я тебя понял, я тебя понял. Итак, у нас четвёртый уровень. Мы можем себе зачаровать на четвёртый уровень. Это всё. Нет. Не, у меня был, у меня был. Ты не слышишь, это мой левел? Чёрт, твой он валяется до сих пор. Ты офигел? Хе-хе-хе-хе. Ничего не знаю, дорогие друзья, ничего не знаю. Собственно, сейчас... А, у нас нет досок. Иди добудь досок, пожалуйста. Ладно, я добуду. Тррррр. Создали доски, соединяем с книгами. И всё. У нас сейчас будет не четвёртый уровень максимум, а, наверное, пятый, а то и шестой, почему бы и нет. Давайте проверим. Чё? Чё, 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 чё? Не, может быть, поставить в другое место? Обидно то, что пришлось шесть досок потерять, но не суть. Да, мы поставим куда-нибудь вот сюда. теперь я снова пробую и четвертый чё за бред то есть реально не хватает шестой у меня я могу шестой максимально странно у меня как раз 6 уровней чё это обидно то что у тебя как раз есть и у меня уровень типа блин а попробуй ты поставить может забагалась давай поставь ну давай попробуем раз два и все еще четвертый короче чурую эффективнее я понял я понял как это можно решить смотри мы сначала железный меч делаем например ну да второй уровень небесная кара попадается и даже чародей новое достижение прикольно спасибо а да я понял для себя заблокировал уже энчанты и все не можешь да у меня девятый уровень теперь эффективность 2 что ж я думаю то что все во что сейчас упираются наши проблемы это ресурсы нам надо реально добывать много ресурсов чтобы просто хотя бы начать выполнять квесты дриады выращивать руды создавать другие фермы и так далее и так далее а на этом мы будем постепенно заканчивать вот такая непринужденная серия получилась мне понравилось спасибо огромное флаг джекею надеюсь то что он будет участвовать дальше надо всего лишь набрать много лайков вот пишите свои моды в комментариях и если вы здесь впервые то можете подписаться на канал поставить лайк позвать друзей а с вами был уложка и флаг джекей всем удачи ребята всем пока 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 пока